Их встречают почти как космонавтов. На берегу леса заводской Кури яблоку негде упасть. Горе-путешественники спустя почти три недели добрались таки до пункта назначения. Сегодня ночью около четырех часов две боржи дошли до Наринмара. Напомню, с 21 октября в ледовый плен попали две боржи, на борту которых находились 26 единиц техники и несколько десятков человек. ЧП произошло в 130 километрах от окружной столицы. Теплоход «Приморск» застрял у берега в районе села Йормицы у Селемского района. На его борту находилось 24 человека с экипажем и 14 грузовых автомобилей. В том же районе возле села Леждук застрял во льду теплоход «СТ-27». На его борту находилось 27 людей и 12 единиц техники. Российский морской флот рекомендовал судовладельцам эвакуировать людей и поставить суда на зимний отстое, поскольку дальнейшее продвижение было опасно. Однако предприниматели из Наринмара решили продолжить операцию по вызволению принадлежащих им судов из ледового плена. Из Наринмара на помощь застрявшим отправились буксир «Чубью» и «Баркас Алмаз». Они должны были проводить застрявшие баржи в столицу Нао, однако по пути у буксира выявили поломку двигателя. Тогда на помощь горе-путешественникам отправились сотрудники МЧС из Наринмара. Несколько десятков человек были эвакуированы на вертолетах. С первых минут поступления звонка старшему оперативному дежурному главному управлению данная ситуация была взята на контроль. И, соответственно, до последнего момента, то есть до прибытия судов в морской порт в акватории река Печерова в городе Наринмар, данная ситуация находилась на контроле главного управления. Впрочем, те, кто остался на теплоходах, а это 19 человек, были обеспечены водой и продуктами питания. Их каюты обогревались. К тому же оба теплохода стояли вблизи берега. Пассажиры могли беспрепятственно дойти до населенного пункта. Из ледовой ловушки горе путешественников вызволил мощный морской буксир «Атаман Ермак». Буксировщик достиг застрявших теплоходов 6 ноября у деревни Лёждук, что в республике Коми. 12 ноября судно прибыли в Наринмар без происшествий. Люди и техника доставлены в целости и сохранности. Но на этом спасательная операция не закончилась. На протяжении суток судно приставали к берегу и производили разгрузку. Разгрузка началась еще в 4 часа дня. И вы видите, она до сих пор продолжается. Сейчас на часах полдесятого. И разгрузке мешает лед, который находится около берега. И еще половина КамАЗов находится на борже. Тех, кто прошел это ледовое испытание, от комментариев отказываются. Пожалуйста, как было? Сложно, нет? Очень. А что делали столько дней? Впрочем, ситуацию пояснить отказались и частные предприниматели, чьи суда попали в форс-мажорную ситуацию на Печоре. Теплоходы принадлежат ненецким компаниям «Мишарин ЛТД» и «Транзит Транс». Как пояснили в Печорова пути, а это еще одна сторона, которая принимала участие в спасательной операции, частники все-таки приложили все силы и средства, чтобы вызвалить из ледового плена свои теплоходы. Конечно, хорошо то, что хорошо кончается. Но это ЧП послужит уроком тем, кто, вопреки всем ограничениям, гонится за выгодой. Ведь теплоходы вышли в путь, когда навигация была уже официально закрыта. Вот уж поистине, скупой платит дважды.